Татьяна из Барселоны, я бы хотела уточнить, вы сказали, что завтра утром мы не проснемся такими, какими мы были вчера. Более того, вы уже сейчас не такая, как были до лекции. До начала лекции, точно. И благодаря нейронным связям, которые возникают не только от услышанных слов, но и того воздействия, которое эти слова производят на нас. Не только слова, вообще все. Вот я, естественно, по причинам объективным не могу знать, какие у вас духи, но у вас же есть какие-то духи на вас сейчас. Да, да. Эфирное масло оно мне сейчас. Ну хорошо, не важно, но это аромат. Не важно, на спирте или на масле, это роли не играет. Ну вот, но если бы мы общались не через пиксели, а живьем, то это была бы та информация, которую я бы восприняла. И более того, она, может быть, не вошла бы мне в сознание, или если бы это оказались какие-то духи, которые мне очень сильно не нравятся. Ну какой-нибудь тяжелый запах, я же не знаю. Вот. Или наоборот. Я бы сказала, ничего не знаю про эту даму, но у нее такие духи божественные. Все, она уже выиграла в моем поле. Понимаете? Поэтому действует все. Это не только слова. Освещение. С кем вы находились в помещении. Музыка, может быть, вокруг, да, в этот момент. Да, какой ветер дует с моря. Вот я не знаю, у вас сейчас что там? Там вечер. Нет, вечер-то я понимаю, градус какой, сколько температур. Ну примерно 20. Ну тепло, 17 вот показывает телефон. Ну вот, соответственно, теплый мягкий ветер с моря дует. Какое вино вы пили? Ну все, это все действует. Нет ничего, чтобы не действовало. Другой вопрос, что вы об этом можете не знать, потому что большинство сигналов никогда не выходят в сознание. Это не значит, что они не выходят в мозг. Они входят. Теряет эти нейронные связи, да, они как бы прекращают свое действие. Ну в какой-то момент разрыв, да, происходит. И он, например, не ориентируется теперь в пространстве, да? Я поняла ваш вопрос. Это в случае серьезной патологии. А если мы говорим о непатологии, то тогда вопрос идет не так, что была связь и разорвалась. А эта связь была и есть, но она тихонько сидит там, понимаете? Глубоко сидит, ни на кого не смотрит. Это не физический разрыв. Хотя вообще нейроны погибают, умирают, но и новые нейроны рождают. Вот один из мифов про мозг, что что упало, то пропало, да? Как бы если нейроны погибли, то новых не будет. Это неправда. Новые будут и есть. Особенно в гиппокамбе, в той части, которая памятью занята. Там стволовые клетки зреют, понимаете? Из которых получатся нужные нейроны. Поэтому дело не так плохо обстоит, как мы думали раньше. И если вернуться к вопросу о том, как их можно восстановить, что-то для этого, те же запахи могут помочь? Или просто новый опыт нужно получить человеку? Снова найти эту дорогу по-новому? Я думаю и то, и то. Но все-таки, понимаете, вот такие практические вещи, это, конечно, не ко мне, потому что я никого не лечу там. И ничего этого не делаю. Но из общих моих знаний о мозге, все-таки, смею надеяться, не маленьких, на сложную систему только сложно и влиять можно. Сложно не в смысле со всех сторон глушить там звуками, запахами, едой и еще чем-то. А сложным, ну, например, я не знаю, ну, какую-то книгу вы замечательную прочтете. Не наивную, где просто Петя любит Машу, а Маша любит Васю там. Вот я имею в виду сложным сюжетом, написанным прекрасным писателем. Это может такую бурю у вас поднять, что у вас восстановится все, что хочет. На него влияет все. Какие-то сложные, из сложных составленных, да? То есть это может быть книга, это может быть сложный аромат какой-то, это может быть сложный какой-то путь или что-то, да? Музыка, сложные отношения. Все, что сложное, делает наш мозг лучше. Благодарю. Вы мне сегодня сделали огромный подарок этой статьи. Спасибо большое. Я думаю, мы все делаем друг другу огромный подарок. Я знаете, почему я это говорю? Не из вежливости. Я вообще с этим не страдаю. Вот. Потому что очень многое зависит от того, в каком мире ты живешь. Вот один интересный разговор может сделать большой период жизни. Я не намекаю именно на этот разговор. Я вообще говорю, что вещи, которые уже кажутся, ну вот как сейчас, этот ужасный мир, в котором мы сейчас все оказались. Да, но я не знаю, какое-то время назад я была на концерте с Пивакова, который назывался «Час Баха». У меня вообще просто крышу снесло от этого великолепия. Хорошо. Ну, в общем, вы понимаете, да? Может быть, какой-то концерт, музыка. Это не ситуация, когда вы просто хорошо воспитаны и понимаете, что вообще время от времени нужно ходить в театр или в музей. Это не про то. Это про то, что не из вежливости, понимаете, и не из правил поведения, а что на самом деле действует. На каждого свое. На кого что действует. Я вот когда еще до всех этих ковидов и войн была в Барселоне, вот Анна ушла, мы с ней замечательно ужинали в яхт-клубе. Там были потрясающие совершенно устрицы и очень хорошее вино. Я плохо знаю именно испанское вино, но оно было белое, оно было просто чудесно. Я к тому говорю, что это сильная вещь, это не бытовая вещь, это не на тему утолись голод, а это на тему сложного восприятия. И да, это может поменять ваше настроение и состояние даже и надолго. В общем, ни в чем себе не откажется. Это гениально. Вы мне сейчас идею одну подали. Спасибо большое. Соберы связаны. Спасибо. Ну, отлично. Если приеду, надеюсь, что не если, а когда приеду в Барселону, то говорим. Спасибо. Продолжение следует...